Доброе утро, вновь, уважаемые телезрители, всем, кто только что проснулся. Мы напомним, в студии Анна Шамбадал, везде радуется и веселится. Павел Савченко, тоже радуется и веселится. И 12 июля на календаре 8.00. Ну а также День фотографа мы отмечаем в прямом эфире. И сегодня у нас в гостях впервые фотограф из команды губернатора. Глеб Лунин, доброе утро. Доброе утро, доброе утро, Глеб. Скажите, пожалуйста, первый вопрос. Вообще, что такое быть фотографом губернатора? Это очень тяжело и очень ответственно. Мы вас поздравляем. Давайте, спасибо. С этого момента поподробнее. Это про какую ответственность? Это про как тяжело? То есть это сумасшедший график? Это визуальный имидж нашего руководителя, первого человека в области. Так. И, по сути, многое зависит именно от моего пальца и от кнопочки, которую я нажимаю. Да. То есть именно так будет выглядеть наше первое лицо. Ну, во-вторых, это график, конечно же. Это частые полеты, перелеты, командировки. И очень трудно планировать что-то заранее, даже за неделю. То есть, давайте так. Фотограф губернатора – это человек, который всегда с губернатором? Нет, не всегда. Официальные мероприятия и небольшая часть неофициальных. Потом это, конечно же, все проходит в жесткую отборку. Только потом выходит на сайт, в эфир. Ну, и, наверное, многие хотят сейчас узнать секрет, как вы попали в команду губернатора. Расскажете? Ну, еще при Олеге Гришанкове – это экс-секретарь нашего губернатора. Ему была поставлена задача найти нового фотографа. Был сформирован список из топ-фотографов города Челябинска. Ну, я прошел окончательную отборку и попал туда. То есть, никакого блата, никакого знакомства. Многие считают, что я там кого-то знаю. Нет. Абсолютно никого. Ну, теперь ты уже знаешь. Теперь ты уже знаешь. Сейчас уже знаешь. Более того, я всех знаю, у меня есть на всех фотографии. Ну, а простым людям можно попасть в ваш объектив или нет? Ну, помимо фотографирования губернатора, я занимаюсь еще художественной фотографией. Вот! Что вам нравится фотографировать как Глебу? Как не фотографу губернатора, а как Глебу? Ведь у вас есть выставки, мы знаем, что вы выставляете, да, свои фотографии? Да, да, да. Я люблю фотографировать людей, портреты, создавать разные интересные ситуации в кадрах. Это все запечатляет. Можно уже показывать? Давайте, да, посмотрим. Вот эта вот работа называется «Это все рок-н-ролл». Здесь девушка сидит на старом ламповом приемнике и слушает в новые наушники музыку. Ну, вот каждый уже, наверное, считает для себя, то есть интерпретирует это для себя и представляет какой-то образ. Эта работа висела во Франции, в всемирном фото-бейнале во Франции, в общем, вот. Хорошо, хорошо. Не она одна, много работы у меня где висела, на самом деле. Вот это. У нас есть, давайте, Аня, у нас есть, на самом деле, сохраненные фотографии, конечно, давайте покажем нашим телезрителям, а Глеб прокомментирует эти фотографии. Это фотографии в коллекцию современного искусства в Русском музее в Санкт-Петербурге на Тюрмот. Прекрасно. А вот я заметила, что у вас большинство фотографий, как в черно-белой стилистике, это вот ваша фишка такая? Да, да, я начинал с черно-белой фотографии, потому что я увлекался черно-белым кино. А как вот так получается, что свет так хорошо, все-таки вроде бы черное? Ну, это все из кино пришло. Я очень большой поклонник Георгия Ивановича Рерберга, это советского оператора, который работал с Тарковским. Но если посмотреть его фильмы, там потрясающие люди работают со светом. Это свет, да. Оттуда я очень много взял, на самом деле, из кино. Сложно вообще или нет, скажите? Вот сколько уходит времени на одну такую фотографию? На саму съемку уходит времени немного, уходит много времени на сбор моделей, на постановку света, нужно приехать, расставить свет, все это генератор привезти порой бывает. То есть, ну, достаточно трудоемкий процесс, учитывая еще мой график с губернатором, то есть, очень мало времени остается именно на творчество. Ну, и вот расскажите все-таки еще про ваши съемки с губернатором. Как фотографировать? Все равно же это происходит как-то очень быстро, на бегу? Ну, да, поэтому я занимался до этого очень, ну, как, не долгое время, но занимался фотографией. В фотошколе Юргу я начал заниматься, и у меня была до этого школа небольшая, то есть, и было очень большое желание научиться фотографировать. И поэтому, наверное, я преодолел все трудности и стал кем есть. Мы вас поздравляем еще раз. Поздравляем вас и с профессиональным праздником, и желаем не останавливаться. Спасибо большое вам. Радуйте, пожалуйста, нас такими. И последний вопрос, давайте так, где можно увидеть еще работы? На Кировке, в Каменной, на Кировке, в Галерее Каменный пояс, они всегда висят на крупных фотовыставках на сайте. Отлично. На вашем сайте? Нет, на сайте фотосоюз74. Фотосоюз74, ну, отлично. Еще раз с праздником профессионалов. Спасибо большое. Итак, друзья, мы благодарим сегодня в гостях фотографа из команды губернатора Глеб Лун.